МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на капризы погоды, туристический сезон начался вовремя. Скажите, как он стартовал именно на Гомельщине? Может быть, есть какие-то в этом году изменения? Что касается цифр, в том числе и цифр, которые официально показывает нам статистика, первый квартал 2017 года туристов в этом году приехало значительно больше, чем в прошлом году на этот же период. Насколько я помню, в режиме 5 дней без визы въехать и выехать из Беларуси можно только через национальный аэропорт Митск. Хотелось бы узнать, много ли иностранных туристов от Минска доезжает и до нас, и до Гомеля? К сожалению, мы не видим точной цифры, сколько все-таки иностранцев приехало непосредственно в Гомельскую область. Что касается аэропорта Минск, уже на первый месяц работы всеми заинтересованными фиксировалось увеличение потока иностранных туристов через национальный аэропорт Минск, и уже вносится предложение по усовершенствованию этого указа. Например, для того, чтобы прилетающие на лечение наши санаторно-курортные учреждения не ограничивались пятью днями, а непосредственно могли прилетать без визы на период курсовки, который они приобрели в наших санаториях. Если смотреть в целом на картину, какие страны больше всего проявляют интерес к нашему региону? Самые активные итальянцы и немцы. Это самые активные граждане, которые больше всего приезжают в Республику Беларусь. Ну, понятно, что поток иностранных туристов увеличился. Может быть, в связи с этим появились какие-то новые услуги, новые туристические предложения. Вот что скажете? Да, появилось, конечно же, новое. Мы, во-первых, после того, как вышел указ на уровне Гомельского облсполкома, собрали всех заинтересованных. Специально были разработаны маршруты для иностранцев, прибывающих через аэропорт. Они сегодня, эти маршруты и эти туристические компании работают в информационно-визовом центре национального аэропорта. Вся информация сегодня там открыта на нескольких языках. Ну и, конечно же, новые маршруты сегодня в любом случае появляются. Новые площадки для производственного туризма. Гомсельмаш активно вошел непосредственно в этом направлении, начал работать. И что, действительно, к примеру, итальянцы приезжают в Гомель, чтобы посмотреть, как делают наши комбайны? Действительно это так? И не только итальянцы. Это вообще рынок и направление очень перспективное, потому что любая техника, которая известна по всему миру, она вызывает, естественно, интерес. Если смотреть в целом, все-таки, что больше всего привлекает иностранцев вот у нас в Гомеле? Какие объекты? Может быть, историко-культурные или агросадебные? Что это? Наверное, остается самым интересным все-таки то место, где мы сегодня с вами находимся. Это дворцово-парковый ансамбль. По информации Министерства культуры, в прошлом году дворцово-парковый ансамбль города Гомеля вошел в пятерку самых посещаемых объектов Республики Беларусь. И для нас, конечно, это очень важно. Больше 350 тысяч иностранных туристов посетило. И если смотреть еще об объектах, вы правильно абсолютно заметили, агроусадьбы. И здесь это одно из самых, наверное, интересных направлений. Уже видна такая десятка крепких агроусадьб, хозяев агроусадьб, которые отдают этому большое внимание. И с каждым годом туристов в агроусадьбах останавливается все больше и больше. Скажем, по подготовке языковой они готовы принимать иностранцев? Сегодня абсолютно, опять же, по результатам вот этого указа, мы проводим работу для того, чтобы во всех местах размещения, питания, во-первых, было удобно иностранцу себя чувствовать. Сегодня уже в ресторанах города Гомеля, и не только города Гомеля, можно увидеть меню на двух языках. Сегодня в музеях есть гиды-переводчики. У нас очень много мест интересных. У нас очень развит экологический туризм, очень развит медицинский туризм. У нас развит историко-культурный туризм. То есть у нас достаточно сегодня направлений, которые надо развивать и поддерживать, совершенствовать. Абсолютно верно. Ну и последний вопрос, традиционный, о планах, конечно же, не творческих, а туристических. Вот расскажите, что ожидает туристическую инфраструктуру, как она будет развиваться в будущем? Ну, во-первых, у нас сейчас реализовываются два инвестиционных проекта, которые буквально, если не следующим, то через год будут завершены. Это комплекс туристический Михайловска в Гомельском районе и в Ветковском районе российские компании Брикбилд, тоже охотничий туристический комплекс в деревне Железняки. Также будем дальше активно работать по продвижению и открытию новых маршрутов промышленного туризма, потому что, как я и говорил, это очень перспективное направление. Ну и надеемся все-таки на то, что нам тоже повезет так же, как и нашим гродинским коллегам, гродинскому региону, потому что мы видим уже на сегодняшний день, насколько интересна Беларусь, и особенно, когда нету ограничений визовых. Вот безвизовый режим мог бы, я думаю, найти свое отражение и у нас в регионе. Ну, палочком, наверное, может послужить то, что вот Гомельский аэропорт стал принимать, да, вот и из Турции, и из африканских каких-то государств. Абсолютно верно. И европейские государства, и африканские государства, вообще Гомельский аэропорт очень перспективное направление, которому тоже надо уделять внимание, потому что мы можем надеяться и на увеличение пассажиропотока по прилетающим на территорию Гомельского аэропорта и, соответственно, на территорию Гомельской области.